Вот еще осталось вечер разобрать детские и в принципе все уже. Все самое страшное позади, а именно плесень и сквозняк. Для уюта в новой квартире нужно всего-то пару штрихов, чего нельзя было сказать о прежнем жилье. Черные стены и гуляющий ветер в квартире, которую в прошлом году предоставили главе семьи как ребенку-сироте, вели Андреевых в ступор. Закладываем стену для того, чтобы не продувало, потому что у нас ребенок на полу играет, но уже разумеется мы его сюда не садим. Там на углу, где окно, там то же самое плесень, то есть так же проступает. В таких условиях Андрееву жить побоялись, зная, например, что от влажности в квартире недалеко и до туберкулеза. Но, видимо, мало что в этом понимали ответственные лица, которые заселили семью с полугодовалым ребенком в незавидные квадраты. Впрочем, при заселении обои были сухими, говорят жильцы. Плесень дала о себе знать меньше, чем через месяц. В РЖУ заявили, дефект кроется в межпанельных швах. Мы при предоставлении этих жилых помещений детям-сиротам всегда говорим. Если выявляются какие-то непосредственно, так скажем, при использовании жилого помещения какие-то недостатки, дефекты и так далее, просьба обращаться непосредственно сразу к нам. Андреевы о дефекте сообщили сразу, но о новом жилье не было и речи. Если бы не средства массовой информации, государственная структура, то мы бы не справились с этой проблемой. Вообще, когда вышел ваш эфир первый, то есть предалось огласке, уже, соответственно, не сфотографировать никто не мог. Нам начали все звонить уже. Дело дошло до Следственного комитета России. После визита заместителя генерального прокурора на Алтай, семья все же получила ключи от новой квартиры. Эту историю Андреева называют своей маленькой победой. И обороться было за что. Теперь черная плесень не сможет повлиять на здоровье семьи, а маленького Сеню отпускает играть на полу. Сквозняков бояться тоже не приходится. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.